Всем привет! Сегодня я вышла в прямой эфир. Так, как тут удобно. Хочу поговорить с вами про губы. Тема предновогодняя для тех, кто еще остался в рядах ярых зожников, как я, и не уколол еще в свои губы геолуронку и не уколит. Те мы будем заниматься здоровьем в долгосрочной перспективе. Мы встали на путь здоровья, в согласии с природой. Поэтому давайте сегодня у нас тема губы. Потому как, знаете, губы, они очень классно отдают тебе. Когда ты ими начинаешь заниматься, они прямо так хорошо, хороший эффект вы получите. Да, и достаточно быстро. Ну, знаете, первая рекомендация. Вот я взяла зубную щетку не просто так, а хочу вам напомнить то, что самый простой прием, это после того, как почистили зубы, да, два раза в день вы чистите зубы. И после того, как вы почистили зубы, также вы два раза в день с сухой щеткой уже помыли без зубной пасты, делаем массаж губам. Вам прилив крови обеспечен. Губы становятся эластичными, напитанными. Вообще, конечно, если честно, губы – это зона эстрогенозависимая. А яичники должны работать и работать на полную катушку. Чтобы они работали на полную катушку, удовольствие от жизни вы должны получать. Если у вас нет мужчины, ну уж как-то придумайте какие-то другие варианты. Они, кстати, есть. Следующее упражнение тоже для того, чтобы губы немножечко поднакачать, мы берем вакуумную баночку, это мой любимый прием. Поставим сюда два пальчика, придерживаем губки и делаем легкий пумпаж. Язык можете заложить между зубами. Видно меня, нет? И так же выворачиваем вот эту губу. Вот эту, говорю, край губы. Потому что край губы вот здесь должен быть как бы подвывернут. И другой. Тоже очень хороший эффект. Следующее массажное движение. Мы сначала все это тело расслабляем, прежде чем. Я хочу вам на самом деле показать сейчас упражнение. Но прежде чем мы приступаем к упражнениям, мы сначала всегда, всегда мы мышцу расслабляем. Берем модиолус. Здесь модиолус, такое сухожилие отвертенькое. И его хорошенечко разминаем. Оно входит, модиолус, гипертонус входит очень легко. У него вплетается огромное количество мышц. Где купить эту штучку для губ? Это не штучка для губ, это вакуумная баночка. Вакуумные банки для лица. Альпинопласт продаются в любой аптеке. Так, поехали дальше. Массаж дальше берем и как бы губку на пальчики накручиваем. Мы ее выворачиваем, потому что именно вообще с возрастом страдает именно верхняя губа. Она вот так скручивается. И когда вообще признак перенапряженной круговой мышцы рта, это то, что губа вот здесь скручивается, укорачивается и она уходит туда. И становится сначала, она теряет свой контур. Потом она теряет свой тонус. Потом она становится все тоньше и тоньше и уходит сюда. А мы ее давайте пальчиками вылевкиваем. Делаем такой скульптурный массаж. И выворачиваем, как на бигуди, накручиваем на пальчики и немножечко ее выворачиваем. Разминайте прямо как тесто. Вы чувствуете, что ткани со временем становятся все более и более податливыми. И дальше сверху вот так перетираете. И давайте перейдем с вами к упражнениям. Мы эту зону достаточно разогрели. Упражнение мы делаем так. Смотрите. Губы втягиваем. Какой у меня красный рот уже. Так, губки втягиваем сюда. И как вакуумом внутри, здесь можно пальчиками придержать, перетираем. 30 секунд, 2 минуты. Так, мы перетираем. Следующее упражнение мы делаем, упражнение чмоки. Чем громче чмок, тем лучше. И расслабляем все это дело в конце лошадкой. А теперь упражнение для укрепления. То есть мы с вами расслабили, вызвали прилив крови. И нам теперь нужно... Да, мышцы вернули в норматонус. И теперь мы мышцы немножечко подкачаем, да, чтобы они были упругие, напитанные такими, какими есть. Мышцы, мышцам мы обязательно должны давать нагрузку. Меня задолбали эти споры. Расслаблять или качать, расслаблять или качать, это чувство бред. Мы и расслабляем, и качаем. Мы сначала расслабили, вернули в норматонус. А затем мы, работая, мы ее тренируем, да, потому что мышца хороша, работа всегда и активная, и пассивная. Мы их всегда сочетаем в любом случае, иначе эффекта не будет. Вот меня прям, честно говоря, меня эти разговоры просто бесят. Непрофессионально, честно. Так, поехали. Губы вытянули вперед трубочкой, да, здесь как бы чуть плоско. Девчонки, у кого здесь есть морщинки, да, это упражнение не делают, это упражнение не ваше. Вытянули, и две минуты держим. Знаете, я так люблю этот мультик, где волк там, какую-то красавицу увидел, у него отсюда вот эти сердечки. Вот то же самое мы делаем, да. И две минуты держим. Уточку, да, как девчонки целуют перед камерой. Две минуты держим, чтобы эта зона у нас достаточно укрепилась. И делаем лошадку. В принципе, на сегодня упражнений достаточно. Мы потом продолжим. Вопросы присылайте. Пишите, кому какое упражнение понравилось. Если у вас есть какие-то упражнения, которые тоже на вас произвели впечатление, обязательно делитесь. Да, например, другие. Вы скажете, ой, я видела такое упражнение, оно было суперклассное. Вот оно мне помогло, я с вами делюсь, делитесь. Мы здесь, да, прекрасен энергообмен, да, женский у нас энергообмен. Я тебе, ты мне что-то советуешь. Поэтому давайте ваши идеи, советы я тоже жду. Да, губками занимаемся. В общем, кто мне скажет, что лучше уколоться и забыться, те, те, я ваш выбор бесконечно уважаю. Но мы здесь про здоровье в долгосрочной перспективе. Вот, как бы у вас свой путь, у нас свой путь, да, мы будем в согласии с природой, со своим организмом. Как убрать морщины вокруг губ? Морщины вокруг губ, конечно, есть еще упражнения, но самое эффективное, это все-таки массаж, да. Вот я вам показала, вот эту перетирочку делайте для начала, да. Идите мимо, ну, как бы да. Не, ну, я, кстати, уважаю, ну, можете, можно. Прекрасные девушки тоже так делают себе гиалуронку. У некоторых это выглядит красиво, у некоторых, ну, у каждого, у всех по-разному это выглядит. Ну, ну, вот хочется человеку, ну, понятно. Ага. Так, вот так вот берем. Вот это очень хороший прием. Пинцетик взяли мелким пинцетиком и глубинные ткани перетираем. Угу. Вот так. Сначала мы перетираем вдоль контура губ. Затем мы идем выше. И так же перетираем. Угу. И еще возьмите вот здесь мышцы под носиком и ее вытянали. Да? Вот здесь такой шарик. У кого-то шарик, знаете, у меня как бы все еще шарик, но теперь потихонечку его надо размять. Но я его разминаю, уже почти его нет. Угу. Потому что здесь тоже вот, когда в гипертонусе все это дело некрасиво задирается. И так. Вот. Самое главное перетирайте. И так. Да? Постепенно. Вообще морщинки вокруг губ это гипертонус круговой мышцы рта. То есть, вот, занимайтесь сначала тем, что я показала, а потом следите за эфирами, следите за упражнениями, пойдем дальше. Я сама всю жизнь с чем-то борюсь. Что за шарик? Внутри образуются всякие фиброзики, да, спазмики, мышцы какая-то в спазме, там, да, в гипертонусе. И там прямо внутри такие вот, знаете, вы почувствуете твердые ткани, они прямо вот как в шарик. Вы должны эти шарики, все, которые находите, размять потихонечку, потихонечку, медленно, да, как тесто. Ткань должна быть однородная. Ну, пожалуй, все. Ну, время перед Новым Годом у всех не резиновое. Я надеюсь, что я перед Новым Годом все-таки еще выйду с вами поболтать. Все, пока-пока. Всех рада видеть и слышать. Законершаем. Законершаем. Продолжение следует...